...развитие можно подрастает людей, в число которых в промышленность «Пластмасс». Продукции широко используются в различных сферах экономики, стране, поселения, жизни, населения. В 2013 году импульсово-бокупное международное оборудование химических продуктов составило около 12%. Перспективность развития промышленности «Пластмасс» в Российской Федерации обусловлена наличием сырьевых, энергетических и трудовых ресурсов и важностью решения задач по обеспечению необходимого уровня экономической безопасности страны, повышение объемов продукции в высокой степени переработки нефтегазов и сырья, занятость и трудоспособность населения. Учитывая стабильный растущий рост на готовые изделия с предметов материалов, со стороны важнейших потребляющих отраслей строительства, транспорта, сельского хозяйства, медицины, при разработке перспективных инвестиционных проектов в области «Пластмасс» в Российской Федерации, остро актуальности, как предстоит обоснованный выбор ориентации торговли этими товарами, которые соответствовали бы интересам производителей и потребителей. В связи с этим актуальностью представляется выявление приоритетов развития производства полимеров, материалов, ВВС, с данным повышением эффективности внешних торговли этими товарами. Потребление пластмассов во всех странах растет. Республика Республика Республики является одной из перспективных химической отрасли. И соответственно, переработки пластмассов производства резиновых пластмассов в изделии в 2013 году составляет 6,5 млрд рублей. Со стороны правительства Республики уделяется серьезное внимание вопросам поддержки малого и сильного предпринимательства в нефтехимическом отрасли региона. Было принято решение о создании кластера молотонажной химии на базе в деканстве института нефтехимпереработки. Пока слава представили след в секторе резиновых пластмассовых изделий, ведется активный поиск инвесторов для данного сегмента, тех, кому этот бизнес будет интересен. Таким образом, сегодня в химической промышленности появились задачи произвести как можно больше на первых планах и дать комплекс проблем. Выпускать продукцию на основе современных энергий и ресурсов в передачу технологических, с минимальными экологическими и социальными рисками. А отборируя потребности инвестиционных материалов и переработки, обладающих определенными заданными свойствами. Вместе с созданием новых производств создать множество сотрудников задач. Политики вовы сзимферозамещения и расширения новых продуктов. Для решения задач такого уровня в рамках обеспечения поддержки субъектов малого изделия предпринимательского института надлела объективно необходимость создания центра коллективного доступа в высокотехнологическом оборудовании для поддержки малоконнаждения, а также инжинирингу, научно-исследовательских услуг и прочих предприятий, в том числе, входящих крупных облиг. Сектор производства классно все изделия из них один из наиболее развивающихся товаров, не только в России, но и в других странах. Мировой производство классно в 2012 году составило почти 288 млн. тонн, а в прогнозе в 2050 году оценивается на уровне 390 млн. тонн. Самым крупным производителем классно-совых изделий выступает Китай. На его долю предходится почти 24% всех мировых объемов. Европа занимает второе место, далее в Северной Америке, Азиатский рынок, не считая Китай, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка. Самым востребованным во всем мире является материал с полиэтиленом, 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 полиэтиленом и более-менимым. Расследовали мировые отрасли в России в 1960-е годы и в 2020-е веке. В сутки дела, следует говорить о том, что была создана новая отрасль в промышленности, оснащенная мощным оборудованием, участвующая в формировании дегенерального базиса экономической независимости и обороны способностей страны. Но все-таки, несмотря на тот факт, что при сравнении в рамках общественной экономики, в мировой отрасли выглядит весьма активистично. В плане международных странами не все так хорошо. Мы лидируем водопрочные нефти и газы, производство чугунной электронной энергии. Что касается химической и нефтехимической продукции, а тем более полимеров, здесь мы далеко отстаем. Это вполне объяснимо. Суммарная мощность производства полимеров в Европе превышает нашу мощность в десятки раз. Средний дешевой полимеров в Европе представляет приблизительно 7,5 килограмм человека в год. На середине дешевого потребления полимеров в нашей стране около 31,5 килограмма человек в год. Из них 28 килограмм, а выпущено отечественными производителями и 3,5 килограмма поставлены по импорту. Однако за плотом остается большой объем изделий из полимеров, ввозимых и ввозимых в состав готовых продвижения машин строя и в особенности бытовой техники. А это огромная рыба. Как показывается, она из продажи бытовой техники в России в прошлом году было продано более 130 миллионов единиц бытовой техники и электроники. Еще товар придет миллион, поэтому большое число реально потребляемых в 9 килограмм, избежая от учета в составе средних дешевого потребления. Предварительным экспертом оценки выявлены в выявлении таковых скриптов сегмента, что увеличили уровень средних дешевого потребления примерно на 20%. Вместе с тем, рынок изделий из полимеров динамично активно развивается. В период 2013 года Россия спросила пластмассовую продукцию вырос почти в 2,5 раза, за время как ее производство увеличилось в 2,2 раза. В 2010 году спрос превысил превращение на 3,3%, и в 2013 году она осталась на таком же уровне. В 2000 году на российском рынке полимерных изделий доля импорт оставлял почти 23%, а спустя десятилетия показатель достиг 30%. Доля экспортных производств также увеличилась. Расследующий импорт полимерных изделий предупределен к повышению спроса на предложения. Такая ситуация стимулирует создание новых перерабатывающих мощностей. Прошедшие десятилетия знаменовались увеличивающиеся зависимостью рынка полимерных изделий от импорта, что предупределяет стратегическую нацельность на импортозамещения за счет ввода новых перерабатывающих мощностей. Несмотря на наличие слабоставленного развития полимерного бизнеса, в России имеется большой потенциал в области развития его на рынок в целом. План развития газо-нефтехнических России на период 2013 года, который подразумевает переход на системные пластырные путь развития, определяет основные стратегические цели, а также направления, механизмы, инструменты и достижения на базе реализации крупных инвестиционных проектов по переработке природных ресурсов, газо-нефтехническую продукцию, крупно-тоннажные пластмассы, карточки, поэкции органического синтеза. Дефицит полимеров на рынке на данный момент для обеспечения проработки пластмассы требуется ввод новых вкусностей. Кроме дефицита мусостей, российская полимерная индустрия характеризуется высоким призносом основных фондов технологической отставки. Эффективное стратегическое развитие в рамках пастора предопределяет интеграцию производства технологичной, научно-образовательной, инфраструктурной, логистической базы и вид региона. В плане заложенной идеи кластерного развития газо-нефтехни как фактора конкурентноспособной технологии. Преимущество кластерного подхода обеспечивается сбалансированным развитие производства на цепочке, отрубленного водородного сырья, до конечных развитий, сокращение операционных затрат на лобистику сырья, экономию денег, капитальных и операционных затрат за счет использования новых установок мирового уровня. Ожидается, что пластерный подход к развитию газо-нефтихни будет способен к динамичному развитию опроса, включая поработку полимеров в изделии и позволяет сглассированность рунка по всей технологической цепочке. Для этого, конечно, недостаточно просто увеличить мощность требовательной вирусной разработки, которая позволит вызоветь те марки полимеров, которые сегодня наши тренинки обеспечены. Субтитры создавал DimaTorzok